Ощущал? Это ужасно. Ничего ужасного, пейте, маманчай. Ну, я хочу говорить. Мы уже 50 лет говорим, говорим, и читаем брошюры. Пора бы уже закончить. Тебе почему-то неприятно слушать, когда я говорю. Прости, Жанна, в последний год ты так изменились, что я тебя совершенно не узнаю. Ты был человеком определенных побеждений. Светлой личностью. О, да! Я был светлой личностью, от которой никому не было светло. Я был светлой личностью. Нельзя съязвить и давить. А теперь мне 47 лет. Я ночью сплю от досады и злости, что так глупо проворонил время, до того, кем я все, в чем теперь мне отказывает моя старость. Ты точно обвиняешь в чем-то свои прежние убеждения, но виноваты не они, а ты сам. Ты забыл, что убеждения сами по себе ничто? Мертвая буква. Нужно было дело делать. Дело? Извините. Не каждый может быть пишущеньким эту модель, как ваш кем-профессор. Что ты хочешь этим сказать? Мамочка, дядя Варя, умоляю вас. Яночка, молчу и извиняюсь. Дядя! А хорошая сегодня погода. Не жарко? К такому погоду хорошо повесится. Господин доктор здесь. Михаил Горьевич, за вами приехали. Откуда? С фабрики. Попорнейшим благодарю. Ну? Надо ехать. Да. Жаль. Черт, говори. Как это неприятно, право. С фабрики приезжайте обедать. Дарья, уж поздно будет. Иди уж. Ну да уж. А знаешь, что, любезный, а принеси-ка ты мне рюмку водки в самом деле. Хорошо. Если вдруг вы решите зайдать ко мне, вот вместе Софья Александровна. Буду весьмень рад. У меня небольшой грешка. Всего десятим тридцать. Если интересуетесь образцовый сад и заповедник, который не сыщетесь за тысячи верст в руку. Рядом, как журналистичный. А мне уже говорили, что вы очень любите веса. Да. Конечно, можно принести большую пользу. Но разве это не мешает вашему настоящему призванию? Ведь вы доктор. Одному Бобу известно, в чем наше настоящее призвание. Да. И интересно? Да. Дело интересно. Очень. Должно быть не так интересно, как вы рассказываете. Все, лес и лес. Я думала однообразно. Нет, нет. Это чрезвычайно интересно. Михаил Ангопович каждый год сажает новую леса. Ему уже прислали бронзовую медаль и диплом. Будь хлопоти, чтобы не истребляли старых. Он говорит, что леса украшают землю. Что они учат человека понимать прекрасное. Обрушают им величавое строение. Неса смягчает сыровый клей. Браво, 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 браво. Все это мило. Но неубедительно. Поэтому позвольте мне, друг мой, топить печи травами и строить сарай из дерева. Ты можешь топить печи торфом, а сарай строить из камня. Но я допускаю, рубили сайт из нужды. Но не истребляйте их. Русский лес трещит под топором. Исчезают миллиарды деревьев. Обустошается жилище зверей и птиц. Мелеют и сохнут реки. Исчезают безвозвратно чудесные пейзажи. А почему? А потому что глупому человеку не хватает смысла поднять с земли топлива, не так вот сюда. Ресов все меньше и меньше. Дичь перевелась. Климат испорчен. И с каждым днем земля становится все беднее и безобразнее. Ну вот ты смотришь на меня, Сорони. И то, что я говорю, кажется чудачеством. И быть может это и есть чудачество, что когда я прохожу мимо крестьянских лесов, которые я спасал по рыбе, когда я слышу, как шумит мой молодой лес, посаженный моими руками, я понимаю, что климат немножко, но и в моей власти. Если через тысячи лет человек будет счастлив, я буду знать, что в этом немножко, видать, и виноват и я, и в конце как. Однако. Однако, судя чудачество. Вы правы. Имею честь к Лавице. Когда же вы к нам приедете? Не знаю. Опять через месяц. Может быть. Как жаль. А вы, Иван Иванович, опять дели себя невозможным. Нужно было вам раздражать Марью Васильевну, говорить о перпетру моды. Сегодня за завтраком вы опять спорили с Александром на Леваниловом. Если я его подержу. Он такой же, как синий, хуже вас. Все вронят моего мужа. На меня смотрят сожаления. Несчастная у нее старый муж. Но почему? Почему вы не можете равнодушно видеть женщину, если она не ваша? А потому что прав это, доктор. Вас всех сидит без разрушения. А у этого, доктор, утомленное нервное лицо. Интересное лицо. Вероятно, Иван Петрович, мы одного с вами такие друзья, что мы оба нудные, скучные люди. Нудные. Вы не смотрите на меня так. Я тебя не люблю. Я не буду смотреть на вас иначе, если я люблю вас. Моя жизнь, моя молодость. Я знаю, 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 шансы моего взаимностей. Равны миллионов, но мне ведь ничего не надо. Позвольте мне только глядейного. Слышит ваш голос. Это мучительно. Соня, ты? Это я. А, ты, Еленович, выноси мою боль. Поклятая, отвратительная старость. Черт, ты ее побрал. Но я постарел, я стал себе против. Да и вам должно быть противно на меня смотреть. Ты говоришь о своей старости таким тоном, как будто мы все ненаваты, что ты сам. Тебе первое, я против. Конечно, ты права. Я не глупо, понимай. Ты молода, красива, здорова. Жить хочешь. А я старик. Почти труп. Даже глупо, что я до сих пор жив. Погребите. Я скоро вас всех освобожу. Я измемогаю. Бога ради молчи, но ты меня замучил. Я всех замучил. Конечно. Это невыносимо. Скажи, что ты хочешь от меня. Ничего. Ну так молчи, я прошу. Странная идея. Заговорит Иван Петрович или эта старая идиотка Мария Васильевна. И ничего. Все слушают. Скажи, я тут обоих словах. Все чувствуют себя несчастными. Даже голос мой противен. Допустим, я противен, я эгоист, я детство. Ну, неужели я хоть в старости не имею некоторого права на эгоизм? Неужели я не заслужил? Никто не остаивает себя в БФА. Всю жизнь работает для того, привыкнуть к своему кабинету, к своим почтенным товарищам. И вдруг очутиться в этом скле. Каждый день видеть этих тупых людей. И я хочу жить. Я люблю известность. Люблю шум. А тут, как в сын, каждую минуту боятся смерти. Не могу. Нет сил. А тут еще не хотят мне простить мои старости. Ну, погоди. Имей чуточку терпения. Через пять-шесть. И я буду стара. Папа, ты сам приказал послать нас в Карамастерову. А когда ты приехал, отказываешься его принять. Это неделикатно. Что мне твой астрал? Он в медицине понимает столько же, столько же, сколько я вастрономлю. Ну, не выписывайте сюда же твои подарки целый медицинский факультет. С этими уродами я и разговаривать не стал. Это как угодно. Мне все равно будет. Душа. Соль, принеси салатка. Свинься. Да не ехать. Ни о чем нельзя попросить. Пожалуйста, Мико Присничий. Может быть, это некоторым и нравится, но меня из-за взяла милость. Я этого не люблю. И вообще, мне некогда. Мне нужно завтра рано вставать. У меня все на курсе. На туалет раза собирается. Ладно-то. Глядя, Соня, идите домой. Я пришел вас сменить. Нет, нет. Не оставляйте меня с ним. Он меня заговорит. Он меня заговорит. Но лицо просто смешно. Нянечка, ты положилась. Уже поздно. Да сама масло стола не выпает. Не очень-то вяжешь. Все и не спят. Изнемогают. Один я блаженствую. Ой, что, батюшка, ворона у меня у самой ноги. Ой, так и гудут, так и гудут. Это у вас давняя болезнь. Вера Петровна, покойница, Сонечка, на мать. Бывало, ночью не спит, убивается. Очень уж она вас любила. Старый, что малый. Хочется, чтоб пожалел кто. А старый-то никого ближай. Пойдем, батюшка, в постель. Пойдем, Светик. А я тебя рыбовым чаем напою. Ножки твои согрею. Богу за тебя помолюсь. Пойдем? Пойдем, Марина. Ой, у меня он сам нормально. Замучилась я с ним. Еле на ногах стоит. Смелая с этим словом. Неблагополучно в этом доме. Вы, Иван Петрович, образцованы, умны. И, кажется, должны бы понимать, что мир погибает не от пожаров и разгонников, а от ненависти и вражды, от всех этих мелких дрязг. И ваше додело не морчать, не миритесь и их. А от ненависти и ненависти и ненависти и ненависти. Простите, но я ничего не могу вам сказать, с какой-то ночью. Если бы вы знали, как я учусь от мысля, что рядом со мной в этом же доме не будет без жертвы, но есть ваше. А чего вы жили? Такая понятная философия решает вам. Иван Петрович, вы пьяны! Где доктор? И сегодня вы опять пили. Ну почему это? Идите спать, мы с вами скушаем. Все-таки на жизнь похожа. Пошла. Она сидит на заднике, встретила ее. В доме, походу, сестра. И от чего, от чего я тогда не влюбился? И сделал, иди, 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 иди. Ложи. Ведь что было так возможно? Сейчас мы оперсулись в банк разы. Разно громко я держал моего мячика, что... Не бойся. Я здесь. А чем вы выяснили? Нехайшим. Да вы же смеялись. Я вам... Да, вы жалко, вы профессор, я же... Вы жалко, вы податника, я работал, до него как в пол. Я и с Соней, выжимая здесь эту помесь, я последний сон. Он хочет, чтобы кулаки торговали городом, как он сурпасом. Соней, дай, дай, послушай, ты с грошей теперь собирай тысячу. Соней, дай, 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 дай. Прошли, что теперь. Буду бы сына, и видим весь конец его жизни. Кто-то здесь лезет. Он и что-то. Мыльный пузырь. Я под склопоколупного кромка. Гай, гай! Гай, гулять звезды! Исквозжение врага теченью! Ты один здесь? Да? Нет? А меня вот гроза разбудили. Важный дождь. Мне как будто послышался голос Елены Андреевны. Честно, у вас здесь роскошная женщина. Вот, прекрасно! Каких бы только лет рецептов. Гай, Смолский, Курский. Всем городам надоел своих подагрой. Да что ты сегодня такой печальный? Про прессорожак, что ли? Она может подразиться, что ли будет? Она мой друг. Уже? Ну, значит, это уже. Женщина может быть другом мужчины только в такой последовательности. Сперва, приятель. Затем, любовница. А уж потом, вдруг. Ха-ха-ха-ха-ха. Жильяческая философия. Да, надо признаться. Становлюсь пошликовым. А тут, наверное, я напеваю так один раз в месяц. А когда бываю в таком состоянии, становлюсь нахальным и наглым на крайность. Но я берусь за самые сложные операции и делаю их прекрасно. И в этот момент, я верю, что я прошу людям громадную позу. Громадную! Как навежу из души! Ищи! Не надо играть! Да я раз бы теперь всей душу ему пойми и жертву на себя. Выпьем надо. Пойдем. У меня там коньяк пристался. Ух! Извините, я искался. Дядя Вань, ты опять нагрелся с доктора? Ну, тот-то всегда такой. А ты без чего? Барикот, это совсем не к лицу. Ну да, я в своей жизни тут живу миражами. Все-таки лучше чуть-чуть. Сено у нас все скошено. Каждый день идут дожди. Все гниет, а ты занимаешься миражами. Я работаю одна, совсем из сил выигрываюсь. Дядя Вань, у тебя на глазах слезы? Я взглянула до меня. Спокойно, твоя мать. Ну и... Михаил Иванович, вы не спите? Нет. На минутку. Что прикажете? Сами проспейте, если вам это не противно. Ну, Валяр, вас не давайте пить дяде. Ему вредно. Хорошо. Мы не будем больше пить. Я сейчас поеду к себе. Пока сон прибуд будет уже раскрыт. Субтитры сделал DimaTorzok. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...